У нового клуба «Аура» мы обнаружили гражданина, который находился в состоянии опьянения. Увидели, что он подходил к своему автомобилю. Мы начали за ним наблюдение. Что-то такое дикое количество народа. Это просто аж опьянения. Как они обломаются? Мне тоже, кажется, они доедут. Экипаж как-то не может быть. Он сел в автомобиль с пассажирами и начали движение. Мы сообщили экипажам. По пути следования экипажа его остановили. Так, он трогается, трогается. Так, 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 сейчас погоди, опять притормозил. Вы как раз экипаж какой-то проехал. 0,523. А, наша машина другая. Так, он поворот не включил. Через сплошники. Через сплошники скорее всего. Ну, сейчас посмотрим. Не-не-не, сейчас я прямо поехал в сторону пролетки. Едет, едет, все, едет, едет, едет. Куда едет? В сторону пролетки, в сторону пролетки едет. Ну, в сторону пролетки у меня полет. Ну, сейчас не знаю пока, сейчас пока не знаю. Едет, едет, едет. Давай, крутите. Ноги в отне, блин. Вот, вот, проехал, проехал, только что. Фух, успели. Мы непосредственно припарковались рядом, подошел к нему, увидели, что он находится в состоянии опьянения, ну, по крайней мере, были признаки отчетливые, ярко выраженные, запах алкоголя, ну, и какая-то его суета непонятная. Водитель пытался засунуть деньги сотруднику полиции между сиденьями, но, я так понимаю, и я лично наблюдал, что он все-таки их положил обратно в суд. Эти деньги, они не остались в патрульном автомобиле. Перекай, блядь, идиот! Сотрудник полиции, не было никаких вариантов, он должен был действовать в соответствии с законом. Они его оформили. Состояние опьянения установлено на данного гражданина. Вы будете продавать прибор? Я буду его продавать, и я тебе не откажу. Не отказывайте. Вы прибор дозь будете? И я хочу, чтобы это было в нескольком учреждении пропадело, при, на, типа, блядь, при, когда было, будет нормальный медицинский оборудование, все такое, все сподим на... То есть, в медицинское учреждение вы хотите проехать, а здесь вы отказываетесь продавать, правильно вы понимаете? Я не отказываюсь. Не, здесь именно продавать? Нет, если отказываюсь, то я, значит, лишаюсь права. Не, 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 если здесь вы отказываетесь, нет, у вас нет учреждения. Не отказываетесь, продувайте тогда, если вы не отказываетесь. Вы где не отказываетесь? Я понял, тогда продувайте, раз не отказываетесь. Набираете воздух и непрерывно, не спеша дуете. Тут надо, чтобы через прибор прошло определенное количество воздуха. Красиво, красиво. Здорово, страна, геодолио. Не к себе. Ну, как красить, я могу так сто раз делать, вообще. Не, ну, это будет отказывать. Это мое право. Не, не, ну, конечно, это ваше право, в любом случае, тут вопрос никаких. Это ваше право. Состояние опьянения установлено, так я понимаю, да? Да, 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 все установлено. Ну, выпиши, ну, все дела, не проживай. Понял. Все, давайте. В процессе оформления мы увидели в протоколе данные и слова самого гражданина, водителя, что он является сотрудником ФСБ, старшим следователем. Что идет, ты мне скажешь? Вы двигались в состоянии алкогольного опьянения. Ну, признаки у вас имеются, верно? Вы выпивали? А ты ездил, трезвый житель, трезвый на БТР, ездил, когда у тебя, у, 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 вы так уж и зарядок есть. Нет, в порядке, не скажи. Вы выпивали алкогольный напиток? Ну, еще выпивал, да. И вы сели за руль, верно? Ну, я не прав, да. Ты же виноват там, что ты виноват. Ну, я виноват. И это, ну, просто... Статуи, ранения, у меня четыре органа, блядь. Я должен сказать, отец, вообще не прав. Да никто даже не оспаривает вас в Афгани. Стоп, 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 стоп. А ты мне что-то делаешь? Допустим, ты мне сейчас хаешь. Что еще делаешь? Ну, ну, это... Ну, это же неправильно. Это опасности, когда вы говорите, правильно? Это, слушай, ну, это... Это, это... Слушай, у меня отец воевал в Афгани. Он все такое не позволяет. Ну, вот я тебе прошу прощения, пожалуйста. Ты такой же... Передо мной не нужно, извините, ничего не сделать. Понимаешь? А могло что-нибудь произойти, верно? Все люди ошибаются. Ты службу где-то несешь, я так понимаю, да? Да, да. Управление ФСБ работает. Управление ФСБ. Послушай, ну, как тебе, кто тебе дает такое право? Тем более, понимаешь, ты человек на службе. Все ошибаются, одни в жизни ошибаются. Представляешь, ее планы... Понимаешь, литераковые ошибки... Ну, сними, Сирисовик, я тебя прошу, брат. Этого не может быть. Понимаешь, если мы заднюю включим, нам цены вообще никакой не ледят. А люди будут бояться, увидим, что каждый понесет наказание за то, что он совершил. Будут бояться садиться за руль. Это просто дело в том, что сними, я тоже, что я прошу. Ну, ошибка, ну... Ну, ты ее совершил осознанно. Ну, блин, никто не сожжал, пойми на одно. Ну, ёкалом. Ничего это не... Я тебя прекрасно понимаю. Она была, дорога пуста. Ничего, мне... Ну, не может, да? Да, ровно сюда, да. Дайте, типа, до этого дома. Почти, все, представляете? Мне самое интересное, почему сотрудник полиции не предпринял мер к этому гражданину? Потому что реально была попытка дачи взятки должностному лицу. То есть, я не знаю, это практика такая у нас, да? Либо он просто пощадил, так скажем, гражданина. Ну, это остается за кадром, пока неизвестно, понесет ли за это наказание гражданину. Сотрудник полиции должен был сообщить непосредственно своему руководству о том, что ему предлагают взятку, решить вопрос.